Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, мои замечательные детишки! Сегодня мы начинаем знакомиться с очень важными правилами безопасности жизни. И если сказать иначе, то мы начинаем уроки осторожности. А сейчас я хочу вас познакомить с моим сегодняшним помощником, маленьким домовенком Непослухой. И мы у него, как вы, ребятки, уже наверняка догадались, очень даже соответствующее. Здравствуй, Непослуха! Здравствуйте, ребята! Сейчас поговорим об осторожности с незнакомыми людьми на улице и во дворе. Разговаривать с незнакомыми людьми на улице и во дворе нельзя! Даже если очень хочется! И еще, если остались дома одни или рядом нет мамы и папы, никого в дом не пускайте и двери никому не открывайте! Это могут быть бандиты или воры. Которые наврут, что они водопроводчики, телефонисты или милиционеры. Не верьте им и держите двери на замке. Вот какие важные правила осторожности с незнакомыми людьми. Обязательно запомните, что разговаривать с незнакомыми людьми, если они, например, заговорили с вами во дворе или позвонили в дом, ни в коем случае нельзя! Эти люди могут быть очень нехорошими, могут быть бандитами и похитителями детей. Сразу зовите взрослых! Если же вы одни дома и в дверь кто-то позвонил или постучал, ни в коем случае не открывайте дверь и даже не разговаривайте с теми, кто с другой стороны. Эти люди могут быть очень хитрыми, придумать любую причину, чтобы уговорить вас открыть дверь. Просто не слушайте, ни в коем случае не открывайте двери даже тем незнакомцам, которые вас об этом очень приочень просят. Они могут называть себя дворниками, газовщиками, водопроводчиками. А на самом деле это могут быть грабители и похитители детей. Верно. Давайте, ребята, посмотрим мультик о том, какими надо быть осторожными с незнакомыми людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Всем известно, что игрушек слишком много не бывает, а конфет и мармеладок бесконечно не хватает. О тортах и шоколадках малыши всегда мечтают. Это знают и злодеи, что детишек похищают. Если кто-то незнакомый предлагает вам конфету, брать ее совсем не надо, если рядом взрослых нет. С незнакомцами чужими разговаривать опасно. Могут вас они похитить. Это всем должно быть ясно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой рассказ будет об электричестве. Шутки и игры с электричеством ни к чему хорошему не приводят. Ух ты! В каждом доме в стенах или снаружи лежат специальные провода. Эти провода с одной стороны соединены с электростанцией, где мощные машины вырабатывают электрический ток. То есть огромное количество маконьких, кусючих электрончиков, которые бегут в наши дома. И там всех кусают. С другой стороны эти провода соединены с различными розетками, выключателями и счетчиками. И дальше с электроприборами и лампочками. Вот посмотрите, утюг, холодильник, настольная лампа, электрический чайник, тен для сушки волос и многое-многое другое. Всего и не перечесть. А теперь об осторожности. Ребята, запомните хорошенько. Ни в коем случае нельзя прикасаться пальчиками к голым проводам, которые могут торчать сами по себе. Нельзя даже пытаться засовывать в розетку пальцы, проволочки, вообще что-либо. Еще ни в коем случае нельзя лезть внутрь электроприборов, даже если они отключены от розетки. Не пытайтесь разобрать эти приборы на детали или посмотреть, что у них внутри. Это опасно. Не пытайтесь сами выкручивать или вкручивать лампочки. Помните, там в проводах электрончики. А они шутить не любят. Ну, вы нас и напугали, тетушка. И еще нельзя трогать оголенные провода. Пришло время посмотреть мультик о новых правилах осторожности. Мультики! Мои любимые мультики. Мультики! Электричество, конечно, очень помогает. Без него магнитофон вовсе не играет. Телевизор не покажет детям передачи. Электричка не поедет вечером на дачу. Не зажжется в Новый год огоньками елка. И не испечет пирог нам микроволновка. Электричество наш друг. Это всем известно. Но опасность все же есть, я скажу вам честно. Провод и электрощит не хватай рукою. Обойди-ка ты его лучше стороною. Не запихивай в брезетку, пальцы, гвозди или ветру. С электричеством полезным мы, конечно же, друзья. Но скажу вам откровенно, с ним шутить совсем нельзя. Сейчас мы познакомимся с правилами осторожности с бытовыми приборами. А что это такое? Бытовые приборы – это разные устройства, которые окружают нас дома. Понятно. Вот холодильник. Прятаться в него при игре в прятки или просто лезть внутрь из любопытства категорически запрещено. Можно замерзнуть. А вот это микроволновая печка. Этот прибор предназначен для разогрева пищи и для ее приготовления. А вот мясорубка. Она мелет мясо на котлеты. А любопытный нос и пальцы в мясорубку совать нельзя. Вот это электронож. К этому прибору не следует подходить, даже если он и выключен. А вот работающий вентилятор может случайно ударить вас по пальчикам. Это обычная кухонная плита. Плиты бывают газовые и электрические. Газ, каким бы он ни был полезным в хозяйстве, все же штука опасная. Газ не только очень горючий, он еще может накапливаться в помещении. Если какой-то глупыш случайно открыл кран, то от малейшего огонька лискарки газ может неожиданно взорваться. Представляете, ребята, какое несчастье может случиться из-за простого баловства. Тетушка-сова, а пылесос это тоже бытовой прибор? Да, этот прибор помогает убирать в доме, чистить ковры от пыли. Это тоже вовсе не игрушка. Это я уже знаю. Сейчас мы с ребятами посмотрим новый мультик о том, как не следует вести себя с бытовыми приборами. Смотрим! Помощники есть в квартире у мамы. Много работ они делают сами. В комнатах пыль пылесос убирает. Машина стиральная вещи стирает. Потом эти вещи гладит утюг. Новый компьютер, он тоже наш друг. Микроволновка готовит обед. Дает мясорубка фарш для котлет. А холодильник продукты хранит. Только при этом немножко гудит. Варит плита наша вкусный компот. У этих помощников много забот. Все бытовые приборы нужны. Но все же мы быть осторожны должны. Если залезть в холодильник случайно, можно замерзнуть, что очень печально. И с телевизором та же беда. Не оковыряйтесь вы в нем никогда. Если в машину стиральную прыгнуть, от электричества можно погибнуть. А-а-а-а! Продолжение следует... 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 Мультик, ну наконец-то... Продолжение следует... 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 Болезни бывают разные, и есть среди них такие коварные, которые могут перескакивать с человека на человека. Эти болезни называют заразными, поэтому если в семье кто-то заболел, нельзя брать немытую посуду или играться с больным одними и теми же игрушками. Одевать специальную марлевую повязку, вот такую. После посещения больного надо тщательно вымыть руки с мылом. Если уж так произошло, что кто-то из вас заболел, надо обязательно лечиться. Болезнь сама по себе не пройдет, с ней надо бороться, а делать это умеют только доктора. Докторов надо слушаться, принимать лекарства, те, которые назначил доктор. Самому в домашнюю аптечку лезть нельзя категорически. А че? А если перепутать лекарства или лопать все таблетки подряд, то можно еще больше заболеть. Ой. А теперь посмотрим новый мультик о том, как не нужно себя вести, а то заболеешь. Мультик о том, как не нужно себя вести, а то заболеешь. Комниг о том, как не нужно себя вести, а то заболеешь. Девушки отдыхают Таблетки в ярких упаковках Дружно выстроились в ряд на аптечных полках Эти верные друзья все на свете знают От болезней и простуды очень помогают Но лекарства принимать по рецепту нужно А поэтому, друзья, повторите дружно Что нельзя без докторов самому лечиться Если все подряд глотать, можно отравиться Ребята, надеюсь, вы все поняли И всегда будете помнить уроки осторожности Наш урок окончен До новых встреч, ребята И будьте здоровы Не болейте До свидания, ребята